И есть вопрос, который задали в записке. Как относиться к курению? Может ли православный курить? Такой вопрос. Я получил его в прошлый раз. Постараюсь сегодня на него ответить. Курение, братья и сестры, это серьезная проблема, с которой сталкивается почти каждый. Ты можешь не курить, но тебе приходится дышать табачным дымом от чужих сигарет. Курильщики курят среди детей и стариков в присутствии верующих и неверующих. Кажется, что никуда невозможно скрыться от этого назойливого запаха. Архиепископ Иоанн Шаховской писал, где только нельзя найти папиросы. Везде можно найти пепельницу. Повсюду существуют специальные комнаты, вагоны, купе для курящих. Даже не будет преувеличения сказать, что весь мир представляет собой одну огромную комнату, вернее, один огромный вагон в межзвездных сферах для курящих. Курят мелко, спокойно грешат все, старые и малые, больные и здоровые, ученые и простые. Преступнику перед казнью позволяют выкурить папиросу, словно воздуху мало в земной атмосфере. Или слишком пресен он. Надо создать себе какой-то дымный, ядовитый воздух и дышать, дышать этим ядом, упиваться этим дымом. Конец цитаты. Рисуя такую объемную картину курительной проблемы, архиепископ Иоанн Шаховской не преувеличивает проблему. Братья и сестры, проблема даже перезрела, давно переросла сама себя, и эту проблему надо решать. Огромное количество раковых заболеваний, связанных с курением, переваливает за любые мыслимые и немыслимые пределы. Раком от курения болеют не только мужчины, но и женщины, и дети. Это рак губы, рак горла и рак легких. Курение – это завуалированное разновидность самоубийства, и в этом смысле любой курильщик пропах не только табаком, но и суицидальностью. В Писании сказано, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Храм человеческого тела окуривается табачным кождением, поистине бесовским кождением. И утром, и вечером, и ночью, и днем. Человек, выдыхающий дым, из себя как бы уже погрузил свои внутренности в адский серный смрад. Как остановить это безумие? Как? Слово Божие призывает нас к абсолютной чистоте. Сказано, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия. 1 Фессалникицам, 5 глава, 23 стих. Мы, братья и сестры, призываемся прославлять Бога не только духом, но и самим телом нашим. Сказано, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. 1 Коринфянам, 6,20. Но как сохранить чистоту тела? И как прославить Бога в нем, если там, где должна быть чистота тела, копоть, а где должно быть прославление, вонь табака? Поистине, всякая плоть извратила путь свой на земле. Где рассудительность? Что рассудительность? Хотя бы рассудок. Православные христиане должны решительно расстаться со страстью курения. Именно такое курение отвратительно для Господа. Известный курильщик и безбожник, американский писатель Марк Твен писал, бросить курить легко, я бросал сто раз и до сих пор курю. Этот писатель был раб своего греха. Некоторые православные курильщики говорят, но ведь курили и многие новомученики. Да, они курили. Но не поэтому, а скорее вопреки этому они стали святыми. Святой не тот, кто не грешил, а тот, кто сумел каяться в грехах. Если вы, братья и сестры, действительно хотите бросить курение, прислушайтесь к совету преподобного Амвросия Оптинского и не слушайте разных вольнодумцев и суеслов. Святой старец Амвросий учил, Пишите, что не можете оставить табак курить, невозможный от человека, возможно, при помощи Божьей. Только стоит твердо решиться оставить, сознавая от него вред для души и тела, так как табак расслабляет душу, умножает и усиливает страсти, омрачает разум и разрушает телесное здоровье медленную смертью. Раздражительность и тоска – это следствие болезненности души от табакокурения. Советую вам употребить против этой страсти духовное врачевство, подробно исповедоваться во всех грехах с семи лет и за всю жизнь и причаститься к святых тайн. «И читайте ежедневно сто Евангелия, по голове или более, а когда нападет тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет тоска, опять нападет и опять читайте Евангелие. Или вместо этого кладите наедине по тридцать три больших поклона в память земной жизни Спасителя и в честь Святой Троицы». Конец цитаты. Вот видите, братья и сестры, как Амброси Опчинский относился к этой проблеме. Из всего выше следующего можно сделать один вывод. Курение и нормальная духовная жизнь – понятие несовместимое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова